Ал-Хамду лилл-Аль-Ал-Абti. Афталют-Сарату, Атамат Аслима, Рас Адампану Хмель. Ас-саламу Алёйкум. Арахмату Аллаху Бар Boston. Иншаллах. Подождем, пока соберутся все. Иншаллах. Как видно, экран, иншаллах. Видно хорошо. хорошо началась сегодня с вами продолжим я надеюсь что большинство или были на прошлом эфире кто был поставьте плюсики сегодня уже второй урок эфир прошлый можно было посмотреть уже наверно после нашего лайва пропадет но если что можно посмотреть в фейсбуке или в ю тубе ничего для тех кто не посмотрел мы делали какое небольшое повторение по буквам но я думаю там были важные моменты они в ю тубе запись да кто был ставим плюсики и жду ваши вопросы по прошлому уроку если такие вопросы есть я сейчас слежу за чатом еще пару минут если вопрос не будет тогда мы продолжим эфир сохраняется до эфир сохраняется он был сохранен и весел как бы можно было посмотреть хорошо если уроки у кого-то ой уроки вопросы вопросов я не вижу хорошо тогда по ходу возможно у кого-то будет возникать и тогда уже буду но если получится следить за чатом иншаллах мы на прошлом уроке с вами повторили буквы гордые буквы то есть шесть букв которые не соединяются с последующими буквами это али дали за роза и вау эти шесть букв также взяли буквы такие как ба и схожие с ней но отличающиеся в точками дай буква та буква я и на основе эти букв также взяли долгие буквы и основные моменты по долгим буквам я вам сказала ну как бы в рамках того что по времени у нас получилось возможно было сказать хорошо большинство уже я думаю присоединились кто хотел присоединиться остальные будем мы будут смотреть запись или присоединяться попозже следующую букву ну я пыталась на прошлом уроке все буквы повторите сегодня уже приступить ближе к правилам но было много информации поэтому мы все не успели мы еще говорили про гамзу про ее форма это шли до буквы джим дошли до буквы джим перевернуть экран экран вам неудобно тогда вчера просто говорили плохо видно я подумала что так лучше я могу перевернуть экран секундочку просто у меня тут зарядкой так лучше секундочку чуть-чуть неудобно вышло с инстаграмом что-то просто есть фейсбук и с инстаграм и две подставки нет ну хорошо попробую показать максимально хорошо значит приступим харфу джим харфу джим харфу джим у нас его махарадж середина горла на середина середина языка извиняюсь на середину горла и часто делаю такую ошибку когда ее произносит как русская говорит же там жамиль еще что-то это ниже а эта буква не имеет вот этого жужжание такого да на немецко на сухонь и мы ее например не можем потянуть как букву же русская поэтому не путайте написание харфу джим да у нас вот как мы видим эту форму и три буквы с ней имеет такое же написание только отличаться точками буква джим у нее точка снизу все подобные буквы хвостики при соединении с последующими буквами будут поджимать на строчку а в отдельности или в конце например это этот хвостик опускается смотрим да вот самостоятельно когда приходит вот в начале вот в середине вот в конце то есть у нас это харфу джим на сукуни согласовками это будет джа-дю-джи и на суккуни аджи, аджи. То есть, наверное, говорит аджи. И еще бывает ошибка часто, это говорят аджи, аджи, на че похоже. Нет. Делаем, ну, более подробно далее, иншалла, будем брать по поводу Махарыча и так далее. То есть, в рамках такого интенсива до Рамадана это у нас не не входит в программу. Ну, если будут какие-то вопросы, точечно смогу ответить, иншалла. Следующая буква, это буква Ха, твердая буква. Первая из твердых букв, которые мы повторяли с вами. Мы говорили уже про букву Ра, но Ра, она как бы бывает мягкая, бывает твердая, но у Ра у нее не было цифры из Ти-Аля. То есть, это буква вот Ха, у нее есть цифры из Ти-Аля, то есть, она всегда будет из-за этой цифры как результат у нее проявится твердость. Она всегда твердая, просто у таких букв у нее будут еще степени твердости. Она может быть в зависимости от положения, от огласовок, как более твердой, так и менее твердой. Также важно, на прошлом уроке говорила, но, возможно, не все там были, еще раз повторю, когда вы делаете твердость букве, следует учитывать, что не нужно делать сверхтвердость, то есть, такая грубая ошибка часто делают сверхтвердыми буквы, что приводит к тому, что эти буквы округляются и получается звук, похожий на О. Сейчас, секундочку. Как-то хочется, чтобы экран... Получается, звук похожий на О. Например, ну, это с фатхой происходит, например, ХО, ХО. Это может быть и из-за округления губ, но даже без округления губ, из-за желания придать чрезмерную твердость, и получается, у нее с фатхой добавляются другие, этот ХАРФ и другие, даже которых твердости, в принципе, нет, могут стать у вас похожи на... как будто вы их через О говорите. Поэтому внимательно и такого не делать. С огласовками у нас будет ХО, ХУ, ХИ, да, и с укуном АХ. Опять же, например, говорят иногда ХО, ХУ, ХИ, да, то есть это больше твердости дают, чем ей нужно, к сожалению, иногда некоторые даже требуют настойчиво эту твердость, и получатся буквы по глинасти АЛЯ, еще и ТБАК, которой у нее нет. Ну, иншаллах, ХЭ. Идем дальше. Если по букве Х у кого-то есть вопросы, можете задавать. написание, как и у буквы G, да, только точка сверху, да, только точка сверху, поэтому здесь по написанию никаких проблем нету. Обязательно сестры, хочу по поводу написания сказать, да, некоторые говорят, зачем мне писать, я же, ну, там, читать хочу, Куран, написать не нужно. писать и читать это неразрывные процессы или как бы взаимозависимые, да, то есть, если вы учитесь читать, то нужно и писать, учиться, ну, в меру какую-то, да, то есть, писать эти буквы, соединять, потому что это одно помогает другому. Если вы учите арабский, вам придется писать, даже записать какое-то правило в тадживиде, вам нужно название, которое зачастую не, ну, трудно перевести, вам в объяснении там помогает, ну, помогает перевод, но они все-таки звучат на на арабском языке, потому что, ну, переводы, например, могут быть синонимичны, кто-то так переведет, кто-то так, а когда этот термин на языке оригинала, то это понятно встает, и поэтому вам нужно будет записывать на арабском, тем более, если вы будете учиться дальше, это будет необходимо, поэтому и прописывайте, и читайте, помимо всего, то есть, обязательно и письмо развивать. Как про вместе с кассарой, х или хи, смотрите, ну, хороший вопрос, буква Х, у меня Махраджи, это верхняя гору, у нее есть шахир, то есть, такой хрип, но, когда мы произносим букву с огласовками, ну, помимо Махраджи, мы должны правильно произнести огласовки, и на прошлом уроке я вам говорила, ну, как бы так, коротко, про огласовки, да, у нас, например, ну, сейчас это про кассару конкретно, когда мы говорим кассару, у нас идет акцент на нижнюю челюсть, акцент на нижнюю челюсть, и идет, ищерак, как бы, задействование Махраджи, Харфелье, Харфелье у нас Яль Мадия, да, когда мы произносим, она вообще-то у нас полость рта, но середина языка немножко, как бы, помогает, то есть, это не Махраджи, но в данном случае она будет помогать, поэтому у вас немножко, как бы, задействована середина языка, и нужно акцентироваться на то, как вы правильно произносите кассару, да, если вы, Махраджи, вот это, почему вы спросили этот вопрос, это как раз связано с первым, что я сказала, с желанием чрезмерно придать твердость этой буквы, тем более, у буквы Ха при кассаре у нее еще так называемый тавхим нисби, то есть, условный тавхим, да, то есть, она изначально, как бы, относится к твердым буквам, но с кассарой это, нельзя сказать, что это мягкая, но как бы самая маленькая степень твердости, как бы, условно она вроде твердая, и поэтому, когда говорят Хы, Хы, это желание придать ей четвертость, которой нет, если вы правильно произнесете кассару, да, у нас на тревоге кассара, и, Хы, то у вас и получится из Ха, это кассара, это не будет Хы, Хы, это значит, вы пытаетесь больше едать твердости, чем нужно, при этом, не учитывайте те нюансы, которые нужно учитывать при произношении кассары, да, то есть, у вас получается, по сути, неправильная кассара, то есть, если в этом случае у вас, Махарыч, нормальный, просто сконцентрируетесь на правильное произнесение кассары, то, иншааллах, у вас не будет получаться вот это Хы, да, которое получается, и правильно будет Хи, Хи, да, то есть, с буквой И. Так, буква Хэ, не поняла, что там, какая буква, если вы про эту букву вот, которая есть, или какие-то другие, ага, ну, вот это Хо, я не знаю, там, пишите более точно, если вопрос есть, более внятно, чтобы это было сформулировано, потому что, потому что неясный вопрос, и желательно, если букву какую-то пишите на арабском, если можно, потому что на русском Ха, Хо, Га, все пишут Ха, непонятно, какая буква, вы видите, ввиду. некоторые учат именно с И. Ну, это как бы бывает, ну, на таких, как сказать, бывает на очень низких уровнях, ну, допустим, как сейчас, да, если, ну, может, нету каких-то навыков немножко, или трудно объяснить, или, например, ученик, разные же бывают, ну, как бы, категории студентов, если так, ученик, который трудно ему донести это, и он понимает только через это, то, как бы, первый этап, возможно, и так объяснить, что, вроде, твердость показать, если кто-то не видит, но, я вам, как бы, говорю изначально, как правильно, получится, уже не получится, будем работать с теми, кто будет уже, ну, как бы, практиковаться со мной, вот, поэтому, вот так, а, нижняя горта, ну, мы дойдем до буквы, которая нижняя горта, не иншалла, про нее будем говорить, хорошо, сейчас пока еще не дошли, до них, так, здесь вопросов больше не вижу, ага, может, например, этого, с кассерой, ну, я уже сказала, да, хи, какое там слово, не знаю, слово, слово сейчас не приходит в голову, ой, теперь смотрим букву х, да, буква х, это середина горла, середина горла, меня слышно, да, пишут звука нет, или это у кого-то нет, середина горла у нас буква х, то есть, если х, это было верхнее горло, и вы можете это прочувствовать, да, вот, как бы повыше, то буква х, это середина горла, да, в районе, как бы, надгортальника, ну, вблизи этого, надгортальника, то есть, у нас буква х, как правило, у русскоязычных, она получается, ну, бывает, как бы, исключение, но, как правило, у всех получается, она более-менее, согласовками, это будет ха-ху-хи, ха-ху-хи, здесь, кстати, по поводу касры, хочу вам сказать, частая ошибка, вот, особенно с ха-сестрами встречается, это, когда пытается ее сделать, вот, правильно, касру, при этом сильно, как я вам сказала, у нас касра, это Иштирак Махараджи, я, и, в частности, середина языка, она, как бы, чуть-чуть задействована, но она не является Махараджем, но часто делают ошибку, пытаясь ее выдавить, опять же, чрезмерность проявляется, чрезмерность, она приводит очень часто к ошибкам, то есть, многие сестры, ну, кто вот со мной, ну, как бы, учится, они замечали, да, то есть, если забрать вот этот зажим чрезмерность, очень многие буквы встают на место, которые, ну, как-то казались, или кто-то кому-то внушил, что они у вас не получались, ну, только из-за чрезмерности, и часто говорят так, хи, хи, и начинают нажимать, если мы так скажем, и, хи, ми, ми, или любую другую букву с касрой, вы почувствуете, если такой будет чрезмерность, что у вас будет не просто Махараджи, середина языка, легонько дотрагиваться, он будет прям впиваться, то есть, он уже станет Махараджем, конкретным, а у нас касра, ее Махарадж, да, идет как бы от Яльмадия, то есть, это как бы дочка Яльмадия, которая, Джо, в полость рта, у нее нет конкретики, и середина языка как бы ей помогает, а они являются, поэтому не нужно чрезмерство, да, говорить там, хи, арохим, хим, да, то есть, начинает жать, хи, хи, то есть, когда вы облегчите это, сделаете, не заберете чрезмерность, сначала получится, ха, ху, хи, и буква ха, как и предыдущая, ха, я не помню, я сказала, она имеет рахауа, да, то есть, на сухуне, она как бы продлевается чуть-чуть, как буквы, да, на прошлом уроке я вам говорила, есть три категории на сухуне, быстрый, короткий, да, потом вторая категория, то есть, буквы, у которых щит, это туда входит, потом срединные буквы, да, ра, ми, нун, лям, райн, да, вот эти пять букв, и, ну, еще все мы не взяли с них, ну, не повторили, так бы сказать, и буквы, которые чуть-чуть дольше, они в этой категории тоже равняются, да, то есть, буква Ха к ним, то есть, мы не говорим, ах, да, как часто говорят, ару, ахимани, ару, ахимани, да, как бы быстро, нет, ах, буква, как бы протекает, мы ее слышим, ну, опять же, срезмерство не нужно, ару, ах, да, и полчаса, то есть, у нее есть, определенно, как и у всех букв, одинаковая, для себя, она мягкая, это буква, мягкая, она, в отличие от предыдущей, да, которая есть, истяля, это буква мягкая, у нее, в принципе, слабые сэфаты все, такая, и горло более широкое, широкое, когда мы ее произносим, да, много, вот, такой поток воздуха, но опять же, без чрезмерности, согласовками, чтобы зафиксировать, согласовками букву Х, Х, Ху, Хи, Ах, Ах, да, написание, да, как и предыдущее, только без точки, вот, следующая буква, как раз кто-то спрашивал, про букву Х, вот эта буква, такая, точка преткновения многих, да, кто русскоязычных, то есть, много есть, вот с этой буквой часто встречаются проблемы, и у многих, которые думают, что у них она получается, на самом деле, она не очень получается, поэтому здесь, ну, написание, это как кружочек в отдельности, такой, да, полу, овал, можно сказать, да, соединенный сверху, у нее есть в написании много, вот, разные формы, да, в зависимости от самостоятельного, вот так пишется, в начале она пишется, как бы, как будто, хочем, этот овал еще маленький, в середине у нас вот такое написание, как схожий на бантики, еще есть второе написание, да, вниз, вот так я сейчас не могу написать, потому что у меня здесь, ну, идет демонстрация, но, вообще-то могу, почему не могу, вот так может еще быть, написаться, да, вот такая форма, и в Коране тоже, вот, в третьей, там, вот так вот, и в конце, вот такая, как флажок, да, у нас, мы с вами говорили про Тамарбута, помните, я вам говорила, что на остановке она бывает как буква Га, и форму имеет как она, и вот мы видим, только там было две точки, то есть при продолжении это была буква Та, а при остановке Га, а это просто, это буква Га, которая всегда является буквой Га, и, так, кто-то что-то пишет, я это классно поняла, смотрим на произношение этой буквы, частая ошибка, ну, во-первых, у нас буква, это Га, у нее махраш такой же, как у Гамзы, который мы брали, опять же, на прошлом уроке, то есть это как голосовые связки, да, но все равно там есть отличия, опять же, это не в рамках нашего курса, но пару моментов вам упомяну, то есть у нас эти голосовые связки, они как бы, например, Гамза, мы смыкаем их, а здесь они должны быть, как бы, приоткрыты, и, но, частая ошибка, когда их приоткрывают слишком сильно, и получается звук смешанный, вот с предыдущей буквы, которую мы брали, буква Ха, то есть получается, ах, ах, там, или, нет, или, или, то есть непонятно, то есть это Ха или это Ха, средний формат такой, и некоторые даже думают, что это неправильно говорят, на самом деле, это много, вот этот Гала, широкий, горло, широкие стенки, нужно чуть-чуть ее, ну, как бы, присузить, за счет тренировок, то есть она сужается только за счет многочисленных тренировок, потому что в русском просто не задействовано часто, ну, как бы, нету этой буквы, потому горло очень далеко, да, от выхода, и пока на сегодня натренируете, особенно эта проблема бывает у кого, ну, я не знаю, как у мужчин, но у, у сестер, у кого голос такой, очень, такой, ну, как сказать, нежный, да, такой очень голос, такой, такой, много воздуха в самой речи, и это способствует, вот, что эта буква не совсем получается, но за счет тренировок это, ну, вполне решается. Какой-то был там раньше вопрос по поводу буквы ГА, но я не помню, что там был за вопрос, кто-то спрашивал что-то, ну, согласовками, да, это ГУ, ЛИ, ЭХ. Важно, ну, не, как не уменьшить и не сказать АХ, на ХА, так и не переборщить, там, АХ, делать ее твердой, или АХ, ЛИ, АХ, то есть это уже слишком, то есть за счет смягчения голосовки, если вы правильно скажете голосовку, у вас буква НШАЛа станет на место. Гласовки очень важны. Часто вас может, может, например, учитель говорить, чтобы букву неправильно, а на самом деле вы просто гласовку неправильно, то есть буква вроде в Махарадзе, если вы сконцентрируетесь на гласовке, у вас сразу встает она на место, да, то есть, например, фатха, она не тверда, не говорим О, А, АХ, если кто говорит О, да, то есть он получается, просто не так говорит фатху, за счет его, как бы, концентрации на правильную, правильное русло, НШАЛа встает звук тоже верный, вот, спрашивают, а когда будет правило, ну, по сути, это тоже с правилами связано, тут много моментов, которые упоминают в правилах, да, то есть, если вы не будете знать, как буква правильно произносится, так какая разница, какое вы правило будете знать, то есть буквы, это основа, да, то есть, если вы будете говорить буквы на свой лад, не, вот, ну, как раз закончим, повторять буквы, и идем к правилам, другим, потому что здесь я тоже упоминаю много нюансов важных, так, сейчас я посмотрю, а, различия между ХА и ГА, ну, вот, Махрач, их различает Махрач, то есть, ХА, это середина горла, а ГА, вот эта буква, это нижняя часть горла, и сифаты у них все схожи, за счет сужения, просто не середина горла, чуть-чуть, опять же, у ХА у меня не сильное сужение, да, в середине горла, то есть мы и говорим ХА, например, АХ, АХ, да, то есть такой звук уже будет, ну, неестественный, а говорим ХА, ХА, то есть немножко там идет такое трение, а буква ХА, это нижнее горло, опять же, если, ну, в рамках, Табея, да, естественного произношения, у нас идет, то есть если вы в Махараджи, вот у них в Махараджи различается, да, ну, есть сифаты, например, там еще кое-какие, но основа, это вот в Махараджи, и если вы сконцентрируетесь на правильном Махараджи, да, то есть за счет тренировки горла, ну, тут совет, то есть опускаться ниже, сужать, сужать, сужать горло, пока не дойдет вот на сужение, на голосовые, как бы вниз, где голосовые связки, чтобы получилось ГА, у кого она не получается, только путем тренировок, поверьте, это говорю своим студентам, и вам вот, как бы, сейчас вот даже курс, ну, буквально идет в процессе, у Шейхи, у которой я учусь, она, ну, как, ну, автор книги, да, там по Махараджи, вот у нее курс по Махараджи, она очень, ну, как бы, в этом вопросе щепетильна, и, ну, много каких моментов я от нее узнала, несмотря на то, что уже давно, чего и так знаю, ну, училась, да, то есть, нету шапанала предела Раима, и, курс, краты, очередной, вот я с ней именно это прохожу, и мы вот заканчиваем, и сестры, которые на Кырате, то есть здесь из Кыратов проходили, вот два года, я у нее лично, вот, это курс арабки, и у них не получалась эта буква, то есть это арабки, да, поэтому, это их вроде арабский язык родной, а у них не получается, хотя они уже, как бы, на уровне, да, там, иратов, и, аль-хамдул-ля, то есть после определенных, ну, как бы, установок, следованием, этим, как бы, советом от учителя, да, и труду, да, студента, да, по воле Аллаха, субхану атааля, есть результат, да, остается, поэтому, если у вас вдруг не получается, эта буква, да, потому что она бывает проблемная, то, ну, как бы, просто под руководством учителя, да, ну, прилагайте все усилия, плюс, ну, как бы, дуа здесь, потому что, ну, как и с другими буквами, да, у кого-то может все идеально получится сразу, у кого-то не все, кто-то, когда им указываешь на ее ошибку, начинает обижаться почему-то, и, как будто, что, ну, даже есть такие, кто говорит, что вы хотите, там, избиваете мою мотивацию, ну, как бы, к учителю обращаться для того, чтобы, знать ошибки, ну, если только говорить, что нету ничего, ну, зачем, тогда можно просто самому сидеть, аль-хамдуллах, а что, если читать Коран идеально, не понял, вопрос, пишите конкретный вопрос, и по теме, сестры, в конце, если будут вопросы какие-то отдельно, и будет время, зададите, хорошо, идем дальше, по букве Г, ничего больше не вижу, никаких вопросов, да, основное правило остановки, да, то есть у нас параллельно еще какие-то правила есть, кто там спрашивал про правила, у нас основное правило остановки, это арабы останавливаются на суккун, поэтому, когда у вас слово, например, в Коране, в Аяте приходит, вы часто видите, что, или если следите, кто там буквы знает, да, чтец читает, и он как-то последнюю огласовку не читает, потому что основное правило, это то, что арабы не, не останавливаются на огласованную букву, да, останавливаются на суккун, поэтому, если там огласовка, то в конце приостановки ее читать не будут, и будут читать буквы суккуном, поэтому очень часто, и, конечно, важные огласованные буквы, и это, ну, очень важно знать и буквы суккунированные, как останавливаться, начало, завтра мы будем говорить про виды суккунов, без любви, не для с вами, поэтому, например, ну, мы брали с вами Тамарбута, да, которая, приостановки будет превращаться в букву ГА, или если, помимо огласовки, которая на ней не читается, она еще и будет превращаться в букву ГА, да, например, ГАЛИЯ, да, то есть мы не говорим ГАЛИЯТ в данном случае, ну, и так далее, эти буквы. Так, будут ли арабские цифры? Ну, у нас, в курсе Таджвей, да, как бы, в Коране они приходят, если вы хотите, я могу там потом сказать, ну, как бы, это не, пока мести, не, не так важно, как то, что я говорю, я думаю. Следующая буква, про которую стоит упомянуть, это, харф-син, да, харф-син, у нее форма уже такая, как три зубчика, с, да, три зубчика с хвостиком, да, вот такие формы еще буквы щен, следующая будет такая форма, и они, эти хвосты, опять же, как и буквы с такими всякими хвостами, которые вниз опускаются, этот хвост будет поджиматься на строчку, когда оно будет в соединении с другими буквами. Буква мягкая, да, с огласовками, са, су, си, и на суку, не важно, она имеет, вот, опять же, такую длину, немножко, да, ас, ас, важно здесь, у нее должно быть звук, такой сафир называется, это ее сифа, как свист, да, то есть, не надо говорить, ас, ас, такой звук не слышен, да, то есть, она как будто съедается, нет, она должна быть слышна, ну, в меру, конечно, потому что можно перезборщить, и будет потом еще воздух сильный, там, ас, да, то есть, это уже чересчур, ас, ас, то есть, она в меру должна быть, не так, чтобы уже, ну, плювались прямо, или воздух прям парил из вас, но, и не так, чтобы не было слышно, то есть, она все в меру, в принципе, все будет в умеренности, оно все прекрасно, а не шало, если все будет умеренно, ну, как я вам говорила, в написании, да, хвостик поджимается, когда следующая буква у нас, у нее есть, она в середине, в середине, да, или в начале, так, это буква син, ну, здесь примеры, допустим, буква син, такая же буква, в написании, только у нее есть три точки, которые пишутся вот над начальными, вот этими, три точки, да, у нее есть такая сифра, единственная эта буква, как тафа, щит, то есть, да, как, ну, шипение, похоже, да, то есть, ну, опять же, это должно быть умеренно, то есть, у нас аш, там мы слышим такой звук, как бы он, ш, да, как раз, разносится в разные стороны, да, такое, при этом важно, чтобы он на эс не был похож, э, э, например, аш, аш, да, похоже на, сш, сш, такой сафир подключается, вот как раз этот свист параллельный, нет, он не должен быть здесь, аш, да, то есть, звук у этой буквы без сафира. С огласовками ша, шу, щи, аш на сукульне имеет чуть-чуть, важно, еще хотела сказать по поводу этой буквы, часто ее смягчает чрезмерно, хотя она мягкая буква, но говорят, ну, как бы это из-за огласовки, смягчает огласовку, скорее, не саму букву, и поэтому она, получается, искажается и буквы, потому что они идут параллельно, гласовкой буквы, то есть говорят, например, ща, ща, смещая ее, и похоже, похоже стоит звук на букву щ, как в русском, да, у нас есть щ, есть ш, вот это щ, и часто, кстати, ну, я не знаю о особенности, вот кавказские пишут народы, часто ин, ин, и вместо ща, ла пишут, даже, ну, как бы по-русски, типа, или на своем языке букву щ, ну, я не знаю, может кто-то мне подскажет, или это, так ш пишется, или это букву щит так пишут, типа, она мягкая, ну, не знаю, так, нет, это, это буква ш, но тут важно огласовку, смотрите, если вы огласовку сделаете правильно, не сделаете ее ш, да, то есть некоторые делают ш, и опять же, если сделаете неправильную огласовку, то буква неправильная, но если вы сделаете щ, это значит тоже вы сдвинули махарадж, как бы буквы, ну, кончик языка подняли, то есть это как, там есть, ну, это по махараджу уже, маленькие нюансы, то есть это, да, там не сильно такая прям, как сказать, большая разница, но она есть, то есть это не щ, это мягкая ша, а не ща, например, ща, это как будто вы щ, щ, мягкая, как с мягким знаком, да, и я, потом ща, и нам говорим, инша, а не инша, вот, это в арабском языке, в других языках могут говорить по-разному, да, то есть и ассаламу алейкум, и там еще как-то, то есть мы говорим про арабский язык, в другом языке, да, вы можете там говорить, как, как там говорят, и принято, это уже, в особенности могут быть другого языка. Пойдем дальше, инша, если здесь вопросов нету, написание, да, как и у син, только три точки сверху. Так, да, например, ну, с дамой еще тоже говорят, щу, например, щу, да, нет, шу, шу, опять же, мы делаем правильно дому, шу, да, не шу, потому что часто, из-за того, что многие делают твердость, возможно, по этой причине пытались показать, ну, я себе такую, просто могу предположить, показать, что она не твердая, и пришли в другую крайность, уже в сверхмягкость, да, она, опять же, в середине, то есть она не твердая, это не шу, и не ша, да, и не щу, и не ща, то есть, знаешь, ша, шу, то есть буква в своей середине, Махарыч, как переводится, это место, место выхода буквы, да, то есть ее, ну, как бы, куда мы нажимаем, например, там, в горле, или в языке, или взаимодействуем, что у нас эта буква произносится правильно, да, то есть Махарыч, место выхода буквы, опять же, это более подробно, ну, как бы, в курсе Тадживида разбирается по-изнаме, вот, плохо видно, ну, так, особенности, да, кто захочет еще посмотреть, можете посмотреть, кто-то у нас в записи, по ошибке пишут, ага, есть буква Ш, ну, я не знаю, просто вот предполагаю, да, да, так, идем дальше, примеры, ну, некоторые, например, да, у нас щин, шин, да, то есть мы не говорим, ну, с кастрой тут, в принципе, не было от особых проблем, шадид, если на суконе, шадиду, шадиду, да, ша, не шадиду, не шадиду, да, шадиду, шуриха, шуриха, опять же, шу, не шу, не шу, шахиду, шахиду, шахида, шахида, и так далее, так, да, слушать могут все ничего, буква САД, следующая буква, буква САД, это твердая буква, мы с вами твердые брали, что у нас было, буква Х только, да, если я пока помню, буква Х у нас была твердая, и вот первая, ну, после нее, это следующая буква, буква САД, значит, у нас, ну, форма, да, опять же, это, кто желает посмотреть более подробно, по буквам, друг там не очень помнит, посмотрите, в ютубе, да, есть, можно быстро, там, каждый урок по пять минут, то есть, если вы сильно захотите, вы там за три часа можете все буквы посмотреть, да, то есть, ну, если сильно захотеть, то можно это сделать, и выучить все арабские буквы, там, понятно, прослушать одно, и выучить еще самостоятельно, можно за один день это все сделать, просто, ну, как бы, сестры, это нужно захотеть, это нужно сесть, это нужно постараться, и это, ну, без ниля возможно, да, некоторые думают, вот, арабский такой прям, сложный, нет, Аллах Сфанатаре, как я говорила на прошлом уроке, облегчил, да, Коран, и в Коране это, ну, как бы, нам сообщил об этом, поэтому, если вы захочете, без ниля, кто не знает, вдруг или плохо, вы можете это сделать, вот, в течение одного дня, сейчас прекрасная возможность, никому никуда не нужно, не в больнице, как часто, да, урок в больнице, все болеют, сейчас, ахамдуллях, все как-то дома, и все выживают, ахамдуллях, ахамдуллях, значит, буква, сад, буква тверда, она является одной из четырех сверхтвердых букв, то есть у нас четыре сверхтвердых, как бы так я скажу, просто, чтобы было понятнее, да, для тем, кто не очень, там, знают сэфаты, то есть у нее есть и табак сэфа, и за счет нее она относится к этим сверхтвердым, да, то есть, буква пишется, как мы видим, этой формы, да, то есть обязательно вот эта часть должна, лежать, как бы спинка вот здесь лежать на строчке, да, то есть вы так вот не висите, но опять же, это вот в записи, где про буквы, там это подробнее говорилось, сейчас я там особо останавливаться не буду, вот как и ущейн, ущейн, вот эти хвосты все поджимаются на строчку, и опять же, можете взять вот там даже суры, которые знаете на память, проследить это, и за чтецом, да, вот эти буквы, как они пишутся, это в Коране очень легко, иншалла, записей много разных чтецов, поэтому это можно сделать, только было бы желание, возможности вообще тут больше, чем можно себе представить, то есть когда я начинала учиться, у меня даже словаря не было, я не говорю про электронный, я просто бумажного словаря, я когда займела словарь, я была очень рада этому, потому что это было прямо и то, там у кого-то какой-то был уж, это мне достался, я это очень радовалась, потому что как-то училась, я даже не знаю без словаря, поэтому здесь нужно просто желание, сейчас возможностей очень много, да, вот, значит, твердая буква, как я вам сказала, написание, знаем, с огласовками, опять же, хотя она твердая, но не нужно чрезмерствовать твердости, когда ее глотают, о, о, ой, так буква уже как будто вы ее съели, она пытается вырваться с вашего горла, но ей это трудно удается, да, она должна, у нее есть софир, во-первых, как и синг, со, со, да, то есть у нее должна быть твердость, но эта твердость не со, со, то есть вы ее не должны съесть, су, сы, дальше здесь говорят, надо говорить и, или надо говорить и, мы говорим ка-сру, если вы говорите правильно ка-сру, у вас сначала получится, да, не надо говорить, то есть если вы говорите махрач, правильно ка-сру, у вас получится то, что получится. Не нужно думать про «ы» или «и». Вы говорите «и». Если правильно, Махарыч, и что у вас выходит? Такой звук, ну, возможно, он не… Как, например, если вы скажете «би», да, потому что твёрдая буква. Соответственно, с каждой буквой звук как-то может чуть-чуть отличаться. Но если вы говорите правильно, как я с руками говорите, что нам говорить, «ы» или «и», вы говорите «и». А в конце у вас может получиться звук в сочетании с этой буквой, чуть-чуть как бы не такой, как с другой. Но вы оцент делаете на то, что Касра, она должна быть такая, как должна быть Касра. Да. Что? Ага. На Сукуни. Да, сейчас скажу. Путаются буквы «син» и «сад». Оба похожи. Да, они, ну, не совсем похожи. «Син» — она мягкая. У них Махарыч, ну, как бы один и тот же, так условно можно сказать. Да, то есть это маленькие различия. И в сейфатах различия. То есть характеристики у них разные. «Син» — мягкая. «Ся», да, например. «Са» — твёрдое. «Со». «Ся» — мягко. «Со». «Ся» — «Со». Да, то есть у них, они различаются, по сути, вот, в этих сейфатах, «Истиаля» и «Итбах», которые, как бы, результатом которых встает твёрдость этой буквы. Да, то есть буквы, буквы, как бы, язык чуть-чуть разбухает, вот, и у нас, получается, как бы, идёт такаур, как это, ну, такое углубление, да, то есть он, как бы, задняя часть языка немножко прогибается, вот прогиб такой, и за счёт этого звук, он такой, стаёт более твёрдый, да, то есть он такой, чуть шире, твёрже, вот, выше поднимается за счёт этого, а место нажатия у них практически, ну, там, одинаковое, плюс-минус чуть-чуть. Поэтому, опять же, тренировки, да, похожие, да, бывают, ну, потому что вроде «Син», «Сла», ну, только в твёрдости. Вот. Да, например, у нас тут «Сла», да, «Сла». Опять же, обращая ваше внимание, как и говорилось «Ха», не чрезмерно стоите в твёрдости, не говорите, например, «Сла». Опять же, вот это глотание буквы, когда она у вас пытается вырваться из вас, а вы её съели, и она не может на волю вырваться, она придаёт «бом», «бом», то есть «бом» — это как бы группирование, сжимание языка задней части, и вот этот «бомль» придаёт «бом», как «бомма», да, это огласовка, вот это «у», да, то есть у нас «у» — это «бом». И у нас получается вот это движение на языке сзади. Из-за этого у вас получается звук схожий с «о». «Со» — вы вроде говорите «а», у вас получается «о», «со», «со», «ды». Вы говорите «нет, я губы держу». Да, но вы даёте чрезмерность в группировании, сжимании языка, что придаёт вам вот этот, ну, как бы, нежелаемый звук «о» вместо «а». Ну, при этом тоже «алиф», да, она у нас тянется, да, то есть мы её не укорачиваем. На «сукудни», да, у нас «сад», то есть мы её, это не коротко, не, например, «насу» — нет, «насуру», да, «насуру», то есть не нужно говорить «насу» быстро. Хорошо. Следующий «харф» — это «харфа-бад», про неё у меня там тоже на канале есть два ещё видео других, да, кто интересуется, или вот здесь, или инстаграм есть, да, кто интересуется, может посмотреть дополнительно, то есть у неё махара, часто с ней бывают у них так проблемы, хотя если постараться, потренироваться, то начало получится, да, просто опять же из-за того, что эти части в родном языке, как правило, не задействованы, поэтому часто бывает сложно. Но если на сложности не обращать внимание, а как просто, ну, должно получиться, да, как спортсмен, то есть он приходит сначала такой, ну, тоненький, ничего не может, там, килограмм взять, какой-то еле вперёд, но он начинает заниматься, заниматься, заниматься и встаёт уже, у него те мышцы, которые не были задействованы, задействованы, так и здесь. Чем больше вы будете пытаться, пытаться произнести, иншаллах, если есть сложности, они получатся. Но у кого-то это один раз нужно сделать, а у кого-то миллион раз, да, и может ещё не получиться, ну, просто, ну, так бывает. Нужно не сдаваться, просить Аллах, да, и за это, иншаллах, двойная награда, так как тоже мы знаем, да, кто старается, у него не получается, он просто двойную награду за старание ещё получает. Поэтому иншаллах, как бы, главное. Значит, буква твёрдая, опять же, это из сверх твёрдых, как и сад пишется, так же, только точка сверху. Согласовками. Ла, лу, лы. Алл. На суккуне важно, не говорит аллы или аллу. Иногда язык вперёд сильно подают, получается как во. Нет, аллу. Аллу. Не знаю, как слышно. Или вам на суккуне, да, потому что она такая, как будто вот здесь, как раз вот этот звук, как будто глотание, да, как вот голуби там. Ну, если чрезмерство, то примерно так. Аллу. Да, то есть вот такой звук идёт на суккуне. То есть она как бы протекается, но она не такая звонкая, да, её не так вот явно слышно. Но этот звук должен быть. То есть это не какая-то пауза, алл, алл, и всё. Да, то есть это не пауза. Это звук, но он такой глубокий, как бы, да, в глубине души его слышно. Алл. 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 Да. Слышно ли вам его? Поставьте плюсик, если слышно, чтобы я сориентировалась или слышите. Не знаю, как звук передаёт, громко, тихо. Если не слышно, минус. Ага. Ещё раз произношу. Произношу. Алл. Алл. Угу. Алл. Амдуля, слышно. Да, и ещё бывает ошибка в конце. Говорят, например, допустим, получается, а потом в конце алл, д. Алл, д. И в конце д выдают. Это неверно, да? То есть, алл. То есть в конце не должно быть выдать д, д. То есть это значит, вы опираетесь на парафилизиан, на переднюю часть языка, что делать не нужно. Алл. Алл. Аллах, что все услышали, это как бы плюс. Потому что для того, чтобы понять, как произнести, ну, как бы, минимум, это услышать сначала, потом, второе, это повторить букву, третий этап, это её, ну, если вы её уже правильно натренировали отдельно, в словах, находить слова, которые у вас там есть, такой буквой, тренировать, и затем уже в связке, то есть в аяте вы читаете, уже иншаллах тоже, потому что бывает, отдельно получается, читает аят, не получается, отдельно получается, читает, не получается. То есть это как бы этап, который, если уже получается отдельно, значит, как бы иншаллах, следующий этап, переходите, переходите, без ниля получится. Да, то есть часто начинают, там учат нурани, 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 а к Корану даже не приступают, уже год, второй, десятый учит, ну как бы давайте мы читаем куран и учим что-то для того чтобы читать куран на то есть это как причины как как они например учим таджи витра и того чтобы читать поэтому такие моменты учитывать что некоторые сестры обижаются когда я говорю что он давайте уже прицепите коран что будто это я как это лично обиды бывают не обижайтесь а просто нужно то что вы учите то выучите чтобы читать куран а то есть выучили иншаллах одну букву одно слово из курана уже можно научиться читать правильно если повезет суконом на следующую букву то слышно буквы ну да это потому что вы опил опору еще не натренировали что опоры на передней части языка не должно быть у вас как бы должно быть легкое касание и когда вы отсоединяетесь вы не постарайтесь просто вот она вас получается да просто и не говорить значит вы опираетесь на пара филисан чрезмерно да и в конце то есть пытайтесь его уменьшить давление тогда вместо да вместо дальше типа боб ну не знаю чего так слышится ну или так говорят ну или это просто у вас плохой слух и нужно потренироваться бывает так что это это не диагноз плохой слух опять же чем больше будете слушать если вы тренироваться например если вы на уроке каком-то не только думать я сейчас пришел поэтому приду я почитаю и уйду а все остальные это мне неважно если вы слушаете кого-то на уроке то есть вы слушаете своего там слушайте например сестра читает потом 2 3 там до вас очередь дошла и вы каждую ошибку смотрите она так читать ее исправили а здесь так то есть не просто себя тогда вы начинаете развивать свой слух то есть я даже по себе смотрю вот сестрами вот даже буквально вот на этой неделе заметила то есть какое-то время онлайн там последние как бы не делай сестры и сейчас вот взяла смотрю я слышу те ошибки которые сестер я их знаю которых я раньше их не слышала потому что я так это понимаю что раньше не просто ну как бы я на них не обращала внимание потому что я повысила вот свой какой-то уровень в этом плане и те ошибки которые просто не знала про них я на них не обращала внимание участвует курс там говорилось суставы она не ашур то есть там такие моменты мелочи которые ну как бы это уже для например не может для новичка это я не буду говорить а для сестры которая уже ну как бы давно занимается да я и уже это ухожу потому что там мелочи деталь поэтому как каждому уровню есть свои ошибки а может какие-то мелочи сначала не укажите постепенно постепенно их корректировать как-то ждет вот хорошо но мы это дожди да еще не дошли у нас там будет тема отдельно с джинами потом про буквы с джином но опять же так как работа у нас имеется на суху не вот этот рассказал этот звук то его нужно про как бы проявить это не должна быть пауза у нас на суху не то есть не должно быть там а а а а как будто там пауза какая-то вроде там типа у меня должна быть об этом догадаться нет но то есть идет первая буква должна услышана суху нам и потом хорошо идем дальше давайте сестры хотела сегодня уже как бы время подходит в принципе уже закончилось по идее но я хотела до конца в буквы дать вот как раз удвоение здесь идет у нас да то есть шат да у нас удвоение в арабском языке виде такого значка это есть удвоение у нас такой значок виде когда был и английская до над буквы в русском например две буквы n подряд пишется а в арабском нет пишется буква и сверху вот такое удвоение что говорит что букву мы должны удвоить все сначала продолжим так хорошо значит у нас это удвоение да то есть например если мы посмотрим удвоение здесь у нас как любо сэмбаха единственное что буквы которые имеют щит да мы не будем их проявлять на суккуни как например мы их отдельно например если скажу обы на суккуни отдельно то вот это парк про проявится в удвоение она не будет проявляться у нас получается как лозы мы даем ей тяжесть двух букв но при этом звук как бы слышимый 2 за счет тяжести вот это мы понимаем что буква удвоена вот в таких буквах когда например сэмбаха то есть мы говорим сабы баха или робу если тону например за счет длины вот нозализации шару у нас идет здесь то васу то есть буква ра она уже среди нами не говорим шару тогда не будет удвоение и не говорим шару тогда это уже будет чрезмерно долгом будет но здесь ну да и примеры хорошо значит а по удвоению повторили написание до этого мешала на строчке всегда пишется . сверху вот этот кружочек обязательный если соединяется с последующей то этого хвостика нету важно при произношении согласовками хухи должно быть умеренно вот этот хамс воздух то есть не надо фа-фу-фи и не нужно губу съедать иногда фа-фу-фи говорят как будто ее это губа половину вру во рту нет нас легкое касание с передние и верхние зубы легко касается с нижней губой да то есть на сукуни опять же то есть не нужно потоком воздуха там что-то сносить то есть у нас легкое фа-фа-фу-фи здесь думаю понятно следующая буква с этой буквой это уже задняя часть горла последняя буква или как бы первая вернее буква задняя часть языка первая буква по махараджу да если смотреть после горла первая буква на языке это аф с ней бывают ошибки часто когда говорят а то есть когда раз такая буква есть например некоторых там кавказских народов есть похожие ты думаешь что такое точно возможно у кого-то есть такая точно я не знаю все языки но как бы учитывайте что часто и и ложь на воспринимает на похожую букву поэтому нет вот этого воздуха а тоже важно чтобы часто делают какую-то букву еще добавляет похоже на глаз что не нужно делать четко опять же твердая буква чрезмерность да то есть у нас опять же это буква кастри имеет то есть условный кафли не такой самый маленький то есть которых возможно такой особая вот кое-какие моменты по этой буквы если у кого-то есть вопросы можете задать пишется то есть она у нас отдельно опускается ниже строчки на начале и середине пишется уже пока кифа только две точки сверху здесь уже в конце опускается ниже строчки все прописывайте себе фиксируйте иншалла вы можете это проследить потом в коране да как она пишется без неля будет уже на практике понятно но прописывать желательно да что вы самостоятельно уже понимали что это за буква они долго думали так следующая буква это буква каф она идет следующий уже после пав как бы ближе к выходу буква каф только у нас смещение идет как бы ближе к середине языка и . нажатия к верху до к верхнему небу тоже чуть-чуть смещается как бы вперед то есть если of это с мягким небом только в чуть-чуть вперед у нас идет освещение вперед подбородок сильно вниз опускается при букве каф о подбородок а вы просто напрягаете это напряжение чрезмерность чуть-чуть так не должно быть но опять же вы должны понять что нужно расслабить возможно из того что не получается махара жили или не получался долгое время сейчас получается вы не можете это отвозьбается просто да все буквы в принципе должны быть когда у вас конкретный какой-то на махарадж вы слышите но это махарадж это не значит вы должны зажимы какие-то у вас быть на буква каф например задняя часть языка я говорю о-о-о-о то есть если я вот напрягаю то же самое дело напрягает звук изменяется и всегда вот чрезмерность дает другой звук расскажу оля скажу оля оля то есть я буквы вроде бы произношу правильно но чрезмерность и звук как будто человек ну читает неверно свете насколько напряжение дает другой звук поэтому иногда просто от него избавиться иншалла буквы стоит на место ну или большинство из них да у кафни и свои опять же вот так сказать вспомнила по поводу как как и было щен часто говорит киа киа особенно татаро язычные сестры они часто говорят там киа вместо к тоже у нее это чрезмерное смягчение да киа там киу например да то есть это как с турецким наверное да у них там турецком и такие звуки нет ку то есть мягко не ку да ку то есть мягко но без чрезмерность не в твердость не мягкость согласовками к куки у нас уже есть такой воздух чуть-чуть да ка ка но опять же не нужно чрезмерствовать на сукконе от ну есть такое трение и за счет него мы слышим вот этот но оно не должно быть чрезмерно опять же то это то есть нужно горят или еще ошибка когда делают паузу а как будто удвоение шакун если остановимся удвоение шаг то есть и и некоторые на сукку не просто когда ков говорят шаг но не шаг а например какое-то слово и там в конце тоже делать у паузу что похоже на удвоение поэтому внимательно не нужно это делать до эфир будет иншала запись первая часть уже сейчас заканчиваем ничего я хочу просто закончить эти буквы без нельзя не знаю сколько у нас там осталось может что-то вроде кажется все важно это важно это важно ничего не хочется упустить за этого долго но польза будет так сейчас я посмотрю так у нас еще раз два три 4 5 6 букв ну давайте мим возьму и на следующий раз еще закончим букву и пойдем дальше правила возьму потому что уже время чуть-чуть задержались вот эту последнюю букву мим возьмем и все и остановимся на сегодня начало завтра продолжим и еще будут вопросы да и после мим еще вопрос если будет иншала них отвечу буква мим значит нас губы махара читать то есть мы говорим на сукку не губы легонько закрывается при этом звук как бы перенаправляться на нос сильно губы сжимаете звук изменяется стаю таким тяжелым там или например у ну когда а мы на сукку не а мы забирают быстро говорят тоже не вера а у нее как бы среди буквы и долгая сильно на сукку не и не быстро согласовками маму не на сукку не ну пишется такой главастик хвостиком вниз начали на хвост поднимается на строчку в середине то же самое соединение с двух сторон и в конце опять же это можно по написанию уже других уроках моих или других посмотреть в принципе все давайте на этом остановлюсь мне как раз тут и зарядка на телефоне завершается поэтому если есть вопросы задайте если вопросов мелкий шрифт ну да я просто кто в зуме видно сразу чуть-чуть в инстаграме не очень понятно или фейсбуке но к сожалению иншалла учту следующий разделу больше может каждый день до уроки иншалла если там не будет неких форс-мажора веншала будет каждый день до запись можете посмотреть кто кто хочет более лучей лучшим качестве можете на youtube канале будем смотреть я вчерашний урок выставила вот формате вот таком как вы видите на экране ничего ну как бы здесь инстаграме чуть-чуть и качество страдает хорошо если у кого-то будут вопросы пишите тоже в личку иншалла тогда начали следующего урока вам объясню хорошо будем завершать через закуму аллаху хайран субханна калагму алихамдика ашхаду аля аля халян дастахтыр кого-то бай лейк youtube умалек у меня и такой вот значок как здесь в принципе сейчас stories там выставили посмотрите одна из stories там есть ссылка на youtube написано если вы пролистаете увидите там есть ссылка свайп такой наверх и можно перейти сразу на youtube на первый урок кто пропустил начало завтра утром будете второй там из миля хорошо завершая потому что зарядка уже заканчивается саляму алейкум арахматуллахи обороты